Рисуем теплонасосы. В самом начале рисуем контроллер и шины, которые в нем есть. Теплонасос состоит из двух теплообменников, где проходит теплоноситель. С одной стороны рисуем контуру, которая в земле, с другой стороны будет потребитель. Чтобы теплоноситель мог бы двигаться по трубам, ставим насосы. На каждую контуру ставим свой насос. Скорость насосов можем регулировать или только включать-выключать. Смотрим два варианта. Трубы, которые закопаны в земле, рисуем отдельно. Показываем, в какую сторону идет движение. Через трубы, которые закопаны в земле, ходит теплоноситель и берет с каждым кругом тепло. Это тепло передается с помощью теплонасоса уже потребителям. Чем длиннее труба, которые закопаны в земле, тем больше он забирает тепло на каждом кругу. Чтобы жидкость в трубу двигалась, ставим насос. После теплонасоса ставим один теплообменник. Там мы будем нагревать отопительную воду. Чтобы тепло передавалось между теплоносителем и теплообменником, ставим насос. Поскольку эффективность теплообменника зависит от наружной температуры, ставим дополнительное электроотопление, которое соединяем параллельно с системой. Это значит, если температура будет слишком низкая, мы включаем дополнительное электроотопление. Электрообогрев обозначаем К1 и подписываем, что это делает. Соединяем его, конечно, контроллер. Теперь, когда габариты теплообменника и теплонасоса из земли сделаны, делаем еще один теплонасос, который уберет тепло из воды. Этот теплонасос работает такой же принципу, только тепло вперед из воды. Тепло, которое мы получаем из озера, будем отоплять потребительную воду, горячую воду. Поскольку мы должны компенсировать потерю в холодное время года, ставим также электрообогрев. Свежую воду получаем прямо из озера с помощью насоса. Перед этим, как мы в воду, подставляем бойлер, мы ее очищаем с помощью фильтров. Холодную потребительную воду мы также получаем из озера. Теперь, когда у нас габарит есть, мы можем соединять все пользователи и датчики. Поскольку потребителей много, надо, чтобы они не мешали друг другу. На те элементы, которые мы хотим регулировать, ставим отдельные элементы. На каждый закрытый контур ставим датчик давления, который измеряет высокое давление и низкое давление, и передает тревогу. В комнату мы ставим регулятор, где пользователь может регулировать, как тепло он хочет, чтобы в комнате было. Также в комнату ставим датчик температуры, который измеряет температуру в комнате. В зависимости от показаний регулятора и датчика, мы включаем систему или выключаем. Теплонасос качает тепло в теплообменник. Там оно держится и по нужде передается потребителю. Ставим температурный датчик на улицу, который измеряет температуру на улице. Если температура на улице слишком маленькая, например, минус 25, включается дополнительное электроотопление, которое компенсирует потерю тепла. Все исполнители, которые мы управляем, регулируем, подключаем к шине регулирования и управления. Если у нас стоит элемент автоматики, который отвечает за безопасность, подключаем также к шине безопасности или тревоги. Те датчики, которые отвечают за тревогу, подключаем к шине тревоги. Те датчики, которые отвечают за регулирование, подключаем к измерению. Когда у нас все датчики подключены, лишние линии убираем, чтобы рисунок был бы красивый и лишние линии не мешали бы чтению рисунка. Теперь подключаем следующую систему. Моду из озера фильтрируем с помощью фильтров. На фильтры ставим датчики засорения, которые измеряют засорение фильтра и при нужде обключают систему. На бойлер ставим датчик уровня, который измеряет воду в бойлере. Если вода нужна, мы качаем ее из озера. Если не нужна, включаем насос. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» На все использованные элементы делаем пояснение. Субтитры подогнал «Симон» В конце посчитаем, сколько у нас сигналов, чтобы мы могли выбрать контроллер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА